Здравствуйте! Это суть дела. Падение продаж на всех рынках и двукратный обвал спотовых цен на газ в Европе довели Газпром до состояния кассового разрыва, покрывать который компания планирует за счет ударного привлечения долга. В ходе традиционного пересмотра бюджета после прохождения первого полугодия Газпром решил в 2,4 раза увеличить план по займам на рынке. Вместо 298 миллиардов компании потребуется 725 миллиардов рублей или 11 миллиардов долларов, сообщает нам Интерфакс. В результате долговая программа Газпрома приблизится к историческому рекорду, поставленному в прошлом году 740 миллиардов рублей. Бюджет Газпрома трещит по швам из-за резкого ухудшения операционной среды на ключевом европейском рынке. За первое полугодие поставки газа в Евросоюз сократились почти на 9%. Из крупных клиентов существенно увеличили закупки только Венгрия, Австрия и Чехия. Обвальное сокращение поставок было зафиксировано в Турции, которая отказалась от третьей объемов российского газа после того, как заработал Южный газовый коридор из Азербайджана. За 6 месяцев в Турцию было продано 8,1 миллиарда кубометров против 12,7 миллиардов год назад. Наплыв сжиженного газа, доля которого на европейском рынке взлетела с 10 до 20%, обрушил цены. В среднем во втором квартале российский газ уходил в Евросоюз по 207 долларов за тысячу кубометров, на 20% дешевле, чем в начале года, и на 13% дешевле, чем Газпром закладывал в свой бюджет. На спотовом рынке газовые котировки рухнули вдвое. На британском газовом хабе НБП контракты с немедленной поставкой продаются уже по 130 долларов за тысячу кубов, хотя на конец 2018 года цены достигали 250 долларов. Во втором квартале Газпром впервые за полтора года стал убыточен с точки зрения денежных потоков. Расходы на капитальные стройки на 55 миллиардов рублей превысили поступление от операционной деятельности. В состоянии кассового разрыва компания останется как минимум до конца 2021 года, прогнозирует Сбербанк СИП. В бюджет Газпрома на текущий год заложены капитальные инвестиции на триллион 326 миллиардов рублей. Еще 247 миллиардов нужно направить на дивиденды. Операционный денежный поток чуть больше триллиона рублей не сможет покрыть нужные суммы. Не хватит его и на инвестпрограммы 2020-2021 годов, составляющие 1 триллион 65 миллиардов и 1 триллион 251 миллиард соответственно. Помимо долга у Газпрома есть и недолговые источники покрытия дефицита бюджета, говорит аналитик Сбербанк СИП Алексей Булгаков. У компании есть еще и подушка наличных в виде 1 триллиона 53 миллиардов, размещенных на банковских счетах и депозитах. Кроме того, Газпром может продолжить продажу казначейских акций, указывает Булгаков. 26 июля компания неожиданно реализовала пакет на 2 миллиарда 200 миллионов долларов, который находился на балансе одной из ее офшорных структур. И хотя сделка была проведена через биржу и привлекла более сотни инвесторов, все акции достались одному покупателю, которым, по данным Блумберг, оказался миллиардер Аркадий Ротенберг. До конца года Газпром может продать акции еще на 3 миллиарда долларов. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.